3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, жители Каспийска приняли участие в памятных митингах. Студенты СУЗов города перед началом мероприятий совместно с сотрудниками ГАИ раздали информационные буклеты и наклейки на авто с фотографиями героев России и надписью «Нам нужен мирный Дагестан». Далее, возле памятника пограничникам членов их семей и гражданских лиц, трагически погибших, 16 ноября 1996 года состоялось возложение цветов. В тот страшный день, в 2 часа ночи, когда большинство жителей мирно спали, раздался страшный взрыв. В зону разрушения попала 41 квартира. 106 человек извлекли из обломков. Среди них 69 погибших, в их числе 55 пограничников и их родственников. Спасательные работы шли трое суток. Пока не выяснилось, что в развалинах никого не осталось. Майор медицинской службы Елена Залова 28 лет назад в этом страшном теракте потеряла всю свою семью – мужа Андрея и трёх сыновей – Гену, Павлика и Олежку. Машему сыну было всего 11 лет. Среднему Павлику – 8, младшему Альке – 5. 28 лет болит сердце матери. Болит так же, как болит сердце матери Ислана. Уже 20 лет. И поверьте, оно будет болеть ещё 20, ещё 20, пока не перестанет биться. На мероприятии присутствовал и заместитель главы города Забир Загиров. Он отметил, что терроризм – это современное зло, которое лишено национальности и вероисповедания. Ненависть, боль, слёзы и горечь, которые он несёт, не имеет предела в жестокости и цинизме. Основа мира и спокойствия в стране – это уважение к культурных и конфессиональных особенностей всех народов, населяющих нашу великую родину. Только вместе, во всеобщем уважении к особенностям каждого народа, мы сможем победить терроризм. Каспичане вспомнили и трагическое событие, произошедшее 9 мая 2002 года. Военный комиссар Каспийска Марат Пашаев рассказал присутствующим, что тоже принимал участие в параде, и весь ужас того дня произошёл на его глазах. Очень страшная произошла трагедия. Погибло 43 человека, очень много детей было, школьников наших, естественно, военнослужащие, правление бригады, оркестр, ход на этом мемориальном обелиске, высеченные фамилии наших всех ребят. Я их очень многих из них знал, командование нашей бригады, морской походы. Поэтому, дай Бог вам всем здоровья, надо эти даты знать, помнить, чтить память наших ребят, светлой им память. Отметим, что приняли участие в митингах председатель Совета старейшин города Ганифаджа Браилов, председатель Совета ветеранов Афганистана Магомед Ариб Якубов, волонтёры, участники местного отделения движения «Первых», студенты руководства и педагоги колледжей Каспийска, машиностроения и сервиса имени Сергорджи Никидзе, медицинский имени Азиза Алиева, энергетический, северокавказский филиал Санкт-Петербургской академии милиции имени Щёлкова и многие другие. Митинг, посвященный памяти...